Что вы знаете о менингококовой инфекции? Ой, вы знаете, ничего не знаю. Даже не слышала. Нет, никогда не слышали и даже нигде не видели такого. Очень страшная болезнь. Недавно читала, что был смертельный случай. Трехмесячный ребенок умер, по-моему. Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не заболеть этой болезнью? Честно, не скажу. Как оказалось, родители, которые хоть что-нибудь знают о менингококе, единицы. А ведь информация об этой страшной болезни наверняка есть в каждой поликлинике. Но папа и мама предпочитают проходить мимо информационных стендов и узнают о смертельной инфекции, когда она касается близкого человека. Мы решили исправить ситуацию и пролить свет на загадочное слово «менингокок». Менингококовая инфекция – это то инфекционное заболевание, к которому, к сожалению, ежегодно гибнут дети. То есть от начала года в Брестской области было зафиксировано около пяти случаев менингококовой инфекции. К сожалению, есть летальные. Чаще всего менингококовая инфекция поражает детей. Чаще болеют детки от одного до двух лет, потому что у них еще не сформирован иммунитет, чтобы бороться с этой инфекцией. При этом у заболевшего наблюдаются такие симптомы, как резкое повышение температуры до 39, порой 40 градусов, сильная головная боль, которая не снимается обезболивающими препаратами, а также наблюдается рвота без диареи, не приносящая облегчение. В этом и есть коварство болезни. Появление кашля и высокой температуры родители могут с легкостью принять за простуду или грипп. По-настоящему нужно бить тревогу, когда на теле ребенка появляется сыпь. Бледно-розовые звездочки можно найти у 80% больных. Особенно нужно быть внимательными тем папам и мамам, у которых пухленькие детки. Сыпь может спрятаться в мелких складочках. При таком симптоме самое верное незамедлительно вызвать врача. Родителям маленьких деток, в частности до года, скажу, что нельзя отказываться от госпитализации. Когда пришел педиатр, видишь, что у ребенка высокая температура, говорит, вам необходима госпитализация. Мама, ай, ладно, подождем до утра. Как правило, именно такие случаи и заканчиваются более плачевно, потому что в некоторых случаях, одно дело, когда ребенок находится в больнице, и все это рядышком, то есть когда счет идет на минуты. Если этим пренебречь, последствия могут быть самые печальные. Отеки, набухание головного мозга, токсический шок и острая надпочечная недостаточность. Все это может привести к смерти больного. Конечно, всех этих симптомов, как и самой болезни, можно избежать, если соблюдать простые меры профилактики. С ребенком необходимо как можно побольше пребывать на свежем воздухе, избегать поездок в общественном транспорте и как можно меньше пребывать в местах массового скопления людей. Поскольку возбудитель инфекции неустойчив во внешней среде, частое приветривание помещения и влажная уборка станет прекрасным подспорьем в борьбе с менингококом. Как гласит известная пословица, болезнь легче предупредить, чем лечить.